О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-ом Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа СОЛДЕ! Меня зовут Илла Геев Денец. Сегодня мы будем говорить об одном из самых уникальных явлений мировой истории, о понятии Бог. Для того, чтобы более подробно в этом разобраться, у нас в студии гость, верховный шаман Церендажи Байр Жамбалыч. Байр Жамбалыч, здравствуйте. Здравствуй, Денис. Вот и наступил очередной сезон программы Солды. И для того, чтобы начать, хотелось бы поговорить о понятии Бог. Что такое Бог? Ну, знаешь, Бог – это очень такое емкое, большое значение, потому что Бог в каждом народе, вот именно у нас, у бурятов говорят «бурхан», да? У славянских народов говорят «бог», по-английски говорят «по-своему», «год», да? И здесь словосочетание у каждого значение свое. Но в целом для всех она означает тот, скажем, субъективный, или, скажем, такой фактор, который именно покровительствует, или он создает, или тот, который именно движет в семье, включая и Землю, Вселенную и так далее. Это очень емкое, большое значение. Например, для нас, бурятов, это, скажем, такое сакральное значение, очень мудрое, скажем, как учитель, как всеведущий, как всезнающий, как человек или сущность, который ведет всему. И по его воле, и по его, скажем, мудрости, включая нашу жизнь, не только нашу, но и все окружающие нас именно движутся по велению Бога. Вот я думаю, что вот это означает вот именно слово «значение Бог». А вот смотрите, ученые на протяжении тысяч, может быть, столетий пытаются понять, что существует ли Бог или нет, как материальное что-то. Им стоит это делать, или же все-таки это настолько сакрально, что лучше этого не касаться? Ну, конечно, мы, наш мир, материальный мир. Кроме этого, есть, существует понятие духовного мира, или мы говорим, философски звучит, мир, идеологический мир. Именно в этом понятии, аспекте, вот именно Бог, то, значение Бога или вот образ его, именно находится в духовном и идеологическом мире, а не материальном. Вот ошибка того, что вот ученые, все-таки ученые, это тот человек, который изучает или ведает, или, скажем, он изучает все происходящее в этом материальном мире. То есть, значит, в его аспектах понятие, как Бог, ему будет очень трудно найти. Поэтому есть такое понятие, что вот именно, как его найти в материальном мире, понятие Бога, бывает очень трудно. Но, конечно, в материальном мире его облик, скажем, Бога, облик божества, божественного значения, она всегда показывает, вот именно, как, скажем, мы заходим в храм, да, когда мы заходим в духовные центры и так далее, мы вот видим его составляющего Бога, образ Бога. Вот именно любая религия хочет показать вот этого Бога. И вот именно мы в этом значении можем видеть образы его и так далее, в материальном мире. А так, чтобы ученый изучал и выявил какие-то аспекты, это, конечно, очень трудно. И поэтому до сих пор ведутся споры, даже, скажем, науке, скажем, квантовой физике, есть вот те значения, уравнений и так далее, которые некоторые говорят, есть о существовании Бога, некоторые говорят, нет. Но это исходя из материального... Это частицу Бога пытаются найти, да? А вот почему богов, божеств всегда изображают в виде человека, как правило? Это нам проще, как восприятие наше? Или это так и есть? Здесь очень интересно, что мы всегда, вот наш мир, мир людей, это, скажем, ну, недавнее время, когда люди уже начали познавать себя и говорить, что мы, люди, это в этом мире, то есть, в мире, это на земле самое главное, что мы умеем мыслить, умеем говорить, выражать и творить, и так далее, что... и поэтому мы являемся главной частицей на этой земле, это ошибочное мнение, конечно, но исходя из этого, вот, люди начали, вот, видеть Бога именно в облике человека. Человека. Да. Вот это главное, вот, именно, я думаю, это ошибка, очень большая ошибка, которым, вот, именно человек видит. Я думаю, что каждый, скажем, в нашем мире, в земле существует очень много существ, скажем, да, мир людей, мир растений, мир животных, ага, мир природы и так далее. И здесь, и в каждом из существующих существ есть понятие, у них даже есть понятие о Боге, ага, о божественности, и они тоже, я думаю, видят и ощущают Бога, то есть, по-своему. А как можно ощутить Бога, почувствовать? О, знаешь, это, вот, именно то понятие мы говорим, когда мы с тобой начали беседовать, вот, именно объективности, субъективности, я говорил субъективно, понятие, вот, есть именно то, что, вот, ощущение Бога, это внутренне составляющей человека, который мы говорим, это чувство мысли, чувство, вот, которое мы обладаем со всеми чувствами, да, зрение, слух, обоняние, осязание, и так далее, вот, и вот это чувство Бога, это когда находится все в гармоничном состоянии, и человек, вот, когда находится гармония, это самое, скажем, такое понятие состояния Бога, и тогда человек начинает ощущать и понимать свою сущность именно на земле и во всем, в мире, вселенной, вселенной ощущает себя как сущность, живущая на земле, и контактируя с всеми сущностями, которые находятся не только на земле, и в небесах, и в макромире, и в микромире. Всем известно, что ничего вечного не бывает. Люди умирают, народы, цивилизации, также можно, я думаю, сказать про религии. Ну, простой пример, это мифы древней Греции, которые мы все хорошо знаем, это Зевс, Аполлон, но сейчас, на данный момент, греки, они, они ведь первославные, то есть, по сути, религия, их не умерла, и они нас перешли в другую, как вы считаете? Ну, это, это ты считаешь, наверное, любишься. это мое мнение. Да, конечно. Я, вот, только недавно приехал из Европы, там, у меня есть друг, грек, и я тоже по этому поводу говорил, и расспрашивал у него, говорит, он говорит, Боис Джамбалыч, говорит, ты глубоко ошибаешься, потому что, нет, это есть мифы, говорит, это она вечна, потому что, она уже существует, о его богах, Зевсах, о его множественных богах, которые окружали, говорит, она существует, и она уже сознание людей, так что, если я, говорит, когда родился, был крещённый, а на данное время, говорит, я полностью, именно, служу, и ведаю, именно своим греческим богам, то есть, этот человек, говорит, я знаю, я чувствую этих богов, я поклоняюсь, я веду службу этим богам, и не только, говорит, я один, и таких очень много, значит, она жива, такого религиозного... Пока будет, пока будет, скажем, миф, или пока будет сказание, пока будет, она жива, пока будет, люди передавать из уста в уста, она будет существовать. Ну, вот, такого религиозного почитания, как раньше, уже нет. Есть. Есть, то есть проводятся у них? Проводится у них обряд, проводятся у них, вот именно на горе олимпиона в рядовые действий так далее это же общность если общность общество скажем нация греки греция они и если в целом большинстве православный там есть и католики там если протестанты там если мусульмане да там и есть и древние греки которые ведут именно своим древним богам а во многих религиях да вот есть боги которые были как людьми но в результате своих каких-то поступков действий в жизни они стали божествами это вот я как мне маленько этого не понимаю это нужно для мотивации человека для того чтобы он стремился к чему-то лежит все-таки в этом есть что-то это очень философский вопрос знаешь а вот раньше было вот нашей религию традиционной нашей религии ты грязь ты есть мы считаем а многобожниками очень много богов то есть а есть аурамические веры которые мы говорим сейчас который находится у нас вот как мы говорим мировые религии христианство да ислама буддизм идуизм и здесь вот именно есть ошибочный то мнение когда мы говорим бог один да нету здесь очень много божеств богов его составляющих и в этом аспекте вот например скажем те же верующие христианин или скажем буддист или мусульманин она говорит у меня есть бог бог но у меня тоже есть бог у тебя тоже есть бог у американцы есть бог у китайцы есть бог значит бог богов много да так получается сколько в мире национальностей но вот ну вот конечно вот и сколько сотни божеств до богу значит уже говорят о том что есть много богов да это есть одно но то что ты спросил это говорит составляющий то что человек он сам все он себя считает богоподобным то есть мы являемся вот именно создателями бога творениями бога и вот та гора находится он тоже творение бога он скажем животное тоже творение бога растений тоже творение бога понимаешь даже комар который летит он творение бога и здесь мы исходя из того же эгоизма эгоистичности считаем что бог похож на меня и и конечно вот я думаю то что когда человек достигает гармонии я говорю мудрости ума и он достигает до такой формы действительно божественности есть это есть то что бог в нем селился или он уже стал богоподобным то есть его мысли его разум уже он похож на бога но конечно стать это очень трудно возможно во всяким будешь и кроме не сказал да человек может стать своей жизни богом но это его стремление и я думаю что у всех существ есть огромный потенциал который мы не пользуемся именно во славу своего эгоизма смотрите все религии как правило сводится к одному что есть один бог абсолют это касаемо не только современных религий но и религии дома натоистских как допустим в скандинавских мифах был один все отец как вы считаете есть какая-то причина действительно существует вот единый бог абсолют который вот он над всеми знаешь это есть то что вот именно мудрость а именно учение лежит традициях каждого народа именно но в нем заключена великая вот такая скажем истина мы истинно говорим кто бог говорим истинно и вот это истина заключена каждом народе и в каждой его традиции и в его культуре понимаешь и значит вот именно то что есть абсолют я не знаю нету такого а есть истина это уже правда а вот в тенгерианстве то есть шума низу нашу верховный бог есть ну есть то понятие что вот у нас очень много божеств есть такой вот именно табуированный которые не говорят есть еще другая мудрость есть гора ты забираешься на гору а там еще другая гора ты избираешься на эту гору а там еще большая гора то есть есть очень много таких вершин которые достигая мы уходим еще дальше вот если бы есть бог если есть допустим рай и ад значит есть и дьявол но эту уже учение скажем более позднего периода скажем где-то 2000 2500 лет тому назад начали говорить рай от и так далее тому подобное вот именно это уже поздний период если скажем человек существует 30 тысяч или 35 тысяч лет скажем да это совсем мало но есть то понятие есть позитив и есть негатив есть вот чей скажем проявление человека или любой сущности скажем даже бога в гневе скажем да то есть есть она и негативные отражающие и есть позитивно отражающие да а если скажем брать нынешних религиях ты мы мы всегда отделяем бог божественный это рай черт и сатана это от да она мы находится на на верху и внизу на самом деле вот именно старинных божих старинных понятий божественности и понятия бога и мир и понятия тогда было вот именно просто вот если мы говорим вверх вниз то она была параллельно то есть она была понятие вот именно хорошее понятие это позитив и негатив и она всегда была присуща всем существам скажем и бога и бога и это как закон равновесие да черный да это гармония должна быть именно гармоничное состояние а что будет если люди перестанут верить в бога я думаю такое понятие перестать верить это очень сложно почему потому что скажем если взять кибермашину или скажем программированные вот скажем изделие то она есть именно то что движется именно по программе а есть то понятие когда любое существо скажем мыслит и понимает то это уже есть то что есть понятие божественности и то есть мы станем просто бесчувственными большое спасибо время программы подошло к концу уважаемые телезрители программа сады подошла к концу следующих выпусков мы продолжим рассказать про шаманизм и тангарианство до свидания